Погожие летние деньки и теплое солнце – первые обязательные условия для появления июньской ароматной ягоды – клубники. Сегодня она радует глаз своим спелым видом на всех базарах города, поэтому увидеть покупателя с лукошком и даже с ведром этой душистой садовой красавицы – не редкость. Тем более выбрать есть из чего – фермерская или домашняя – тут уже дело вкуса. К примеру, Елена Бобич торгует клубникой около трех лет, выращиванием которой занимаются ее родители. Прежде чем расположить свои ароматные дыры сада на прилавке, продавец отдает их на соответствующий контроль. Мы сдаем в лабораторию, ее проверяют на радиацию, на содержание разных преданных веществ. Покупатели интересуются, проходит ли клубникой контроль? Очень редко, но бывает. Как правило, покупатели куда сильнее интересует цена душистой ягоды, которая зависит от размера и качества. Однако, мало кто знает, что прежде чем сладкий десерт попадет на обеденный стол, он подвергается обязательной проверке. Это касается всех продуктов на рынке без исключения. Чего не скажешь о фруктах, овощах и других дырах лета, которые продают за пределами так называемой колхозки. Вся клубника на нашем рынке исследуется на два показателя. Это органолептическое исследование и радиологическое. Поэтому вся клубника, которая поступает сюда на рынок, она проходит наш контроль. Вот и для этого мы исследуем их на радионуклеиды содержания и органолептика. Поэтому клубника очень хорошая. Покупайте. Кстати, для тех, кому не втерпеж попробовать спелую юнинскую ягоду, не доходя до дома, можно это сделать прямо на рынке, промыв ее в специально отведенном для этого месте. Если же этим пренебречь, велика вероятность заполучить вместе с драгоценными витаминами и расстройство желудка. Касается это и тех, у кого клубника растет дома. Очень часто нам хочется сорвать ягодку прямо с участка, скажем так, и положить ее в рот. К сожалению, это таит в себе некоторую опасность, потому что ягоды, они загрязняются, скажем так, почвой, которая есть. А в почве многочисленное содержание микробов, которые, к сожалению, имеют, скажем так, тенденцию к размножению и отравлению организма. Точно так же в почве содержится очень большое количество гельминтов, которые точно так же неблагополучно влияют на состояние здоровья нашего, скажем так, населения. Поэтому хотелось бы предупредить о том, что не надо, скажем так, экспериментировать, не нужно ставить на себе опыты, а любую ягоду, сорванную на участке, ее нужно промыть. Меры предосторожности касаются и любителей тихой охоты. Уже сегодня на рынке можно встретить лисички и красноголовики. И если, в отличие от продавца, знающего гриб, вы не совсем уверены в подлинности того или иного лесного экземпляра, класть его в корзину явно не стоит. Поэтому, если нет желания стать пациентом реанимационного отделения местной больницы, нужно взять гриб, как говорится, в лицо, ну и соблюдать правила сбора, хранения и приготовления даров леса, что существенно снизит риск неприятных последствий.